Перед началом интерволика, дорогой друг, не нись, поставь большой пальчик вверх под эти видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик, если ты этого не сделаешь, то мерцающая жидкость появится у тебя в унитазе и начнет происходить всякое, и телепортирство всякое в ненужные места. Мое дело предупредить, ваше дело отказаться или согласиться. Погнали! Давайте сразу уточним, для того, чтобы нам получить освещенные слитки, нам понадобится титаниум или адамантитовая кузница или печка, дальше нам понадобится хорошая кирка с мощностью 160% или больше, например, мифриловая дрель или кирка, титаниум кирка или дрель, и, соответственно, кирка, например, еще хороший пример таких кирок, это кирка... Ой, как же это перевести-то, осколки света на 180 пики мощности, и это классно, клево, интересно. Сразу давайте также уточним, что в ванильном террарии есть только освещенные слитки, в ванильной террарии никогда не было освещенной руды, и, соответственно, слитки освещенные в ванильной террарии не крафтятся, в Каламите крафтятся, сейчас покажу все три спутки. Еще нам понадобится кукла Вуду Гида, посмотрите мое видео с сидом мира, чтобы получить эту штуку быстро и просто, три механических предмета, механический глаз, механический червь и механический чейп, как их сделать, у меня есть отдельные гайды на канале, по этому поводу они просто крафтятся. Понятно. Дальше, берем нашу куклу Вуду Гида и отправляемся в нижний мир, здесь просто-напросто берем и бросаем, открываем инвентарь, нажимаем кнопочку хаусинг, в этом списке мы должны найти Гида. Гид есть, еще со старым скином, да. После этого бросаем куклу Вуду Гида в лаву, знакомимся с боссом, который куда-то очень слишком быстро удалился. Дальше, возвращаемся на поверхность, в любой биом, который нравится, и убиваем трех механических боссов, для этого используем механический предмет. Как это делается? Левая кнопка мышки клацает с помощью механической вещи, и появляется босс. Напомню, что в Каламите все призывалки боссов работают столько, сколько надо. Один раз крафтил, и можно призывать этих боссов снова, снова и снова, они не тратятся. И это классно, клево интересу. Самое главное, что убивать всех механических боссов вы можете в любой последовательности, какой забор рассудится. Хоть всех одновременно, хоть поштучно это не менее... А, подожди, бежи, бежи, бежи. Э! Все, все, он сдох. Фух, отлично. Все, после этого отправляемся в радужный биом, или освещенный биом. Какой-то он странный, а где он? Собственно. Я вижу, что тут освещенность начала расползаться по миру. Вот, вот он по-настоящему радужный биом. Все, забираемся внутрь радужного биома до подземки. Обычно это где-то 100-200 блоков под поверхностью. Здесь просто убиваете все, что вам нравится. И самое главное, ищем вот такую освещенную руду. Собственно говоря, потом ее благополучно добываем. В свое удовольствие. Вам нужно 4 куска этой руды на каждый слиток. После этого мы становимся рядом с титаниумой, или орехалмовой печкой. Это работает как верстак. Становимся рядом и делаем себе слиток. Из каждых 4 слитков руды. Даю за просмотр, за подписку лайк. А, стоп, стоп, стоять боятся. Это первый способ. Есть еще второй способ. Но для второго способа нам нужна хралофитовая руда, которая встречается в джунглях и выглядит вот так вот. Понятно? Понятно. После этого бьем эту самую хваленую хралофитовую руду и бросаем в мерцающую жидкость. Она водится вот в таких вот озерах, которые обычно спавнятся где-то рядом с океаном достаточно глубоко. Не хотите искать, можете использовать мое видео с сидом мира на мерцающую жидкость. Они работают. После этого бросаем хралофит. Он волшебным образом превращается в освещенную руду. Знаешь, в чем пайкал? Если взять эту освещенную руду и друпнуть ее еще раз в мерцающую жидкость, она превращается в титанимовую руду. Если ее бросить еще раз, она превратится в тыкву. Нет? В Ари Хаум. А, Адамантин. Адамантин во что превращается? Ну, чувствуете, это надолго. Тут Герун будет развлекаться еще очень долго. Ари Хаум. Кстати, знаете, где еще можно? В замечательном магазине geronshop.ru, в котором есть дешевый тирай. Майнкрафт и сотни стимовских игр дешевле, чем в стиме. Все ссылки в описании. Жду вас там. Отзывы от настоящих покупателей. Всевозможные способы обойти санкции. Возможность купить игру, которую вам стим не продает. Вы покупаете у нас и играете себе дальше в свое удовольствие. И это все полностью легально. Anyway, как говорится, все ссылки в описании. Я жду вас там. А на замечательном сайте geroncraft.ru можно купить еще... Крафт. Точнее так. Там можно не купить, а скачать всякое интересное для Майнкрафта и прочих популярных песочниц. Все ссылки в описании. Жду вас там. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok